Здравствуйте, вас приветствует Пинболер ТВ. Сегодня мы попытаемся разобрать и собрать БТ-4 Комбат. Бывают случаи, когда шарик раскалывается в камере выстрела, когда маркер начинает троить по неведомым причинам. И, в общем, с ним выкинуть неприятности и необходимо сделать ему ТО. И сейчас постараюсь показать, как можно его сделать в домашних условиях. Либо, скажем так, хотя бы как правильно разобрать и собрать все обратно, чтобы не было в итоге лишних деталей. Значит, разбирать он достаточно просто. То есть, для начала мы проверим, не остался ли у нас случайно шарик в маркере, воздух в маркере, да, для этого мы на всяких случаях взведем его, посмотрим маркер, лучше сняв цангу. Это делается простым движением, вы нажимаете кнопку и сдвигаете ее вперед, да. Пожалуйста, цанга, это уже отдельно. Посмотришь, шарик у нас нету, вот. На всякий случай куда-нибудь в сторону, где нет людей, животных, контрольный выстрел. Все, воздуха у нас нет, можно разбирать. Значит, для этого мы снимаем переднюю рукоятку, да, откручиваю просто винт и снимаю ее в бок. Потом мы берем шестигранники, которые у нас тут в комплекте вместе с маркером. Так называемый минимальный рим-комплект с шестигранниками и прокладками. Берем нужный ключ и просто откручиваем все винтики. То есть это мы снимаем заднюю мушку. Для удобства сначала откручиваем адаптер под баллон. Снимаем адаптер. Винтики лучше вложить в том порядке, в котором снимали, чтобы не потерять. На адаптере один длинный, один короткий винт. Затем мы снимем ручку, это проще простого. Вы откручиваете всего два винта. Вот у нас выпадает нижняя гайка. Достаем винт, да, чтобы не потерять это дело, мы слегка их скрутим и отложим. Вот, то же самое со вторым. Откручиваем винт. Достаем гайку. Опять же скручиваем, чтобы не потерялось и откладываем. Вот она наша рукоятка. Ее мы рассмотрим чуть попозже. Раскручиваем винты корпуса. Ну, давай. Снимаем с затвора резиновую накладку. Иначе не вылезет в корпус. Откручиваем оставшиеся винты. Так, если винтик не вылезет руками, просто их поталкиваем с другой стороны. Вот, собственно, винтик раз. Винтик два. Теперь аккуратно снимаем верхнюю часть корпуса. Почему аккуратно? Потому что задняя часть находится на пружине. Да, чтобы ничего не потерять. Аккуратненько. Все это дело вытаскиваем. Здесь у нас болтый тенд стоит. Он же держатель шара. Да. Собственно, вот так вот маркер выглядит в разобранном состоянии. Вот. Теперь мы аккуратненько вытаскиваем заднюю крышку, пружину. Это не гернизонная прокладка. Это просто бампер заднего болта. Либо его еще называют ударник. Он просто амортизирует сам удар болта по задней крышке. Дальше вытаскиваем адаптер под ствол или можно направляющую. Задний болт непосредственно с затвором. И здесь еще стоит внутренняя часть. Так вот. Сама камера держится у нас на часть корпуса. Собственно, это технологическая заглушка. Собственно, можно установить сюда апгрейд расширительной камеры. Значит, задняя часть. Снимаем адаптер. Газовая камера держится на двух винтиках. Откручиваются они тем же шестигранником, что и все болты корпуса. Скручиваем ее. Вот и, собственно, вот она у нас вылезает. Вот это болт, который бьет непосредственно по шару. Это наша газовая камера. Здесь находится регулировочный винт. Сюда подсоединяется газовая линия. То есть, собственно, с баллона подается воздух прямо сюда. Для отсоединения газовой линии мы используем газовый ключ. Водной гаечный. Выкручиваете все против часовой стрелки. Выкрутили. Сдули все лишнее. Можно достать газовую камеру. Для удобства можно выкрутить винт регулировки скорости. Протолкнуть. Вот она, наша газовая камера. Ее разбор я бы лучше оставил профессионалу. Сам бы в домашних условиях это не делал. Потому что здесь необходимо снимать стопорное кольцо. Вытаскивать внутренние прокладки. Это делается специальными инструментами. Инструменты дантиста. Они бывают разные. И острые, и тупые. В общем, в любом случае, при, скажем так, незнании, можно поцарапать внутренние стенки. И уже прокладки никакие вас не спасут. Нас, в принципе, первонаперво интересуют прокладки газовой камеры. Такая же зона, как и на заднем болте. Поэтому при, скажем так, домашних ТО, следует обратить внимание на нее. Значит, сейчас этот маркер практически полностью разобран. Мы его соберем обратно. И потом перейдем к ручке. Значит, сперва, соответственно, мы вставляем газовую камеру на место. Соблюдая все технологические отверстия специально. Особо сильных усилий прилагать нигде не надо. Выставляем ровно по отверстиям. Закручиваем. Винт в исходное положение. Исходное положение в стороне примерно 5 оборотов меня. Собственно, нам осталось только закрутить газовую камеру на место. Снимаем с нее лишнюю грязь. Точнее говоря, газовую линию, да. Снимаем лишнюю грязь. Берем фум-ленту. Тут используют герметик. Синий локтайт. Он, в принципе, легче скручивается. Либо еще он за фиксатор резьбы синего цвета. В принципе, он легче скручивается. И дает необходимую фиксацию. Но при разборе потом это может составить определенные сложности. То есть, если инструмент достаточно некачественный, можно слезать стенки газовой именно этой гайки. И потом просто шланг уйдет под замену. То есть, наматываем буквально два слоя фум-ленты. Будет вполне достаточно. И закручиваем по часовой стрелке газовую камеру. Закрутили газовую линию в газовую камеру. Теперь по части смазки. Смазки используется совершенно немного. То есть, нам сейчас нужно первонаперво установить болт на место. На воде газовой, точнее, как это называется, кожух. Накапаем буквально капельку-одну масла. Этого будет вполне достаточно. Одеваем болт. Немного развозили. Смазка под... Во время работы сама разойдется по всему кожуху. В виде пленки. И одну каплю масла мы наносим на прокладку. На болте. Больше не надо. Под... Ходом она сама разойдется. И устанавливаем камеру на место. Все, камера установлена. Теперь устанавливаем адаптер. Сюда, в принципе, смазка не нужна. Устанавливаем камеру. Устанавливаем болт детент. Его тоже смазывать не обязательно. В принципе, можно его не смазывать. Так, теперь устанавливаем ударник. Запихнем его в сердцевину, в сердечник. Одеваем затвор. Капаем, опять же, каплю масла отсюда на корпус, где будет ходить наш ударник. И капля масла на прокладку ударника. Больше смазки не нужно. Ударник. Так, теперь берем заднюю крышку. Устанавливаем техническую заглушку. Нам осталось поставить только заднюю крышку, пружину, установить на место взводящую и амортизатор заднего болта. То есть мы надеваем штифтом металлическим вовнутрь крышки. Надеваем задний бампер. Составляем вовнутрь сердечника пружину. И одеваем, собственно, все на место. Так, теперь мы накидываем верхнюю часть корпуса. Вот, у нас все замечательно встало. Значит, все установили правильно. Если что-то где-то упирает, значит, что-то где-то стоит неправильно. Поэтому лучше не давить, а просто посмотреть, что именно не так. Так, теперь берем пинты корпуса, устанавливаем их на место. И закручиваем. Винты закручиваются постепенно. Сразу винт до конца лучше не затягивать, а подтягивать каждый винт по очереди. Так будет меньше напряжения на корпус, и меньше напряжения на сами винты и гайки, в которых они вкручиваются. Просто обычно раньше срываются либо гайки, либо корпус, нежели чем сами винты. Винты достаточно крепче. Закрутили винты. Затянули их. Нам осталось установить заднюю рукоятку со спусковой группой, переднюю рукоятку, заднюю мушку и цангу. Значит, рассмотрим рукоятку. Спусковая группа достается достаточно просто. Мы просто выдавливаем предохранитель. Достаем его. И спусковая группа вынимается. При изъятии спусковой группы надо быть достаточно аккуратным, потому что внутри триггер и шептало стоят на пружинах, поэтому, если будете разбирать, то необходимо смотреть за тем, чтобы пружинка не выпала. Вот так вот. Потому что были случаи, когда такие вещи выпадали в глаз. Очень неприятные ощущения. Значит, пружинка, шептало и сам триггер. Вот здесь пружинки, триггер. Вот, и еще технологические заглушки для пружины, держателя пружины. Вот, и, соответственно, штифты, биты в планку. Вот, значит, устанавливается. Пружина, триггер, да, соответственно, пружина триггера устанавливается. Потом шептало. Вот, и, соответственно, пружина шептало. Закрываем крышкой. Собственно, да, спусковая группа собрана. Теперь устанавливаем спусковой на место. Берем предохранитель и вставляем его вовнутрь. Вот, все. Вот, теперь берем рукоятку, вставляем ее в наш корпус. Берем вильты с гаиками, которые мы на это вот круглотно отложили. Вставляем с одной стороны гайку. Здесь есть специальное отверстие, поэтому форма отверстия, поэтому несложно определить, куда вставляется гайка, куда вкручивается винт. С какой стороны это делается. Берем шестигранник, закручиваем винты в корпус. Винты, соединяющие рукоятку с корпусом. И с другой стороны то же самое. Закручиваем винты с усилием, но не особо увлекаясь, потому что ручка пластиковая, может треснуть. Теперь надеваем заглушку на затвор и устанавливаем адаптер баллона на место. Значит, передний винт идет у нас короткий. Наживляем его. Теперь устанавливаем задний он по длине, естественно. Затягиваем его. Затягиваем, чтобы адаптер не болтался. То есть адаптер не болтается, все стоит. Проверяем. Оп, все работает. Отлично. Теперь взводим его. Устанавливаем цангу, нажимаем на кнопку и проталкиваем до отверстия в камеру. То есть, в принципе, на просвет можно посмотреть, потому что, если установить неправильно, шары будут просто упираться в корпусе, не будут попадать в камеру выстрел. Одеваем переднюю рукоятку тактическую. Просто, собственно, в чем плюс ВТ перед Типмэном? Скажем так, один из парочки плюсов в том, что рукоятка настраивается по длине по своему удобству. Осталось, надеваем переднюю мушку. То есть, тоже так же на нужном нам расстоянии. Затягиваем винтик. Собственно, все. То есть, мы сейчас с вами разобрали маркер, собрали обратно, что хочется отметить. В итоге, то, что разбирать нужно осторожно, потому что есть пружины, которые могут вылететь. Особо большое количество смазки не требуется. Смазка должна быть жидкая. Это специальная пейнтбольная смазка. Это либо Gold Cup, называется, либо Exalt, витамин О. Либо какой-либо аналог от Extreme Range, либо та, которая идет в комплекте. Хотя на данный момент БТ-4 смазку в комплект уже не кладет. Кладил раньше, теперь нет. То, что все винты затягиваются с усилием, но не чрезмерным, чтобы не треснул корпус, не треснули пластик, не треснули гайки, не сорвались винты. То, что при разборе и потом сборе в ствол все равно лучше не смотреть, либо в камеру. То есть, впоследствии после сборки маркера необходимо отхронографировать. Как хронографировать маркера, мы видео делали. Можно посмотреть там. Собственно, все. Еще пожелание перед тем, как закручивать баллон, допустим, воздушный, можно каплю масла капнуть на резьбу. За счет этого трение металла от металла уменьшится. И выкручивать баллон будет чуть легче. Соответственно, смазка, которая будет на резьбе, какая-то ее часть попадет в внутрь газовой, промажут там прокладочки. Конечно, единственный недостаток этого то, что если притрется резьба, точнее, гранадирование с резьбы начнет стираться, эти же опилки могут попасть металлические, попасть в газовую камеру, что не есть хорошо. Собственно, это все. Спасибо за внимание. Спасибо, что смотрите нас. Удачных игр вам.